Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня я поговорю с вами об одних важных нюансах подготовки картофеля после выкопки к хранению и типичных ошибках, которые выполняют любители картофелеводы при закладке картофеля на хранение. В принципе, уже даже картофель поздних сортов в основном выкопан, хотя выкапываться он будет еще у нас, по крайней мере, до конца сентября. Спешить с выкопкой картофеля не стоит, потому что при хранении в почве клубни приобретают такую хорошую кожуру, но многие стараются выкопать пораньше, потому что дожди пойдут, потом из грязи вытягивают этот картофель, ничего в этом приятного нет. И выкопав картофель, немножко его просушив, быстренько опускают его в подвал на хранение. И все, работа с картофелем завершена, картофель выкопали, можно вздохнуть спокойно. И вот здесь любители картофелеводы совершают ошибку номер один. Дело в том, что при выкопке, вольно или невольно, наносятся какие-то механические повреждения, какие-то трещинки на картофелях образуются. И поскольку картофель – это побег, живой побег, он способен заживлять раны, которые были нанесены ему в процессе уборки, в процессе выкопки картофеля. Поэтому необходимо в обязательном порядке картофелю дать полежать, полежать в тепле, дать ему лечебный период. Поэтому никогда не опускайте картофель сразу после просушки. Ну, понятно, что вы его рассыпали, просушили, отобрали гнилой, выбросили гнилой и опустили в погреб. Нет, этого делать не надо. Надо положить мешки с картофелем в какое-то теплое место. Ну, вот как теперь температура воздуха там 18, 20, даже 22 градуса. Но главное, чтобы было без света, потому что он может позелениться. И дать ему обязательно в течение хотя бы двух недель зажить. Это в значительной степени будет способствовать хорошему хранению картофеля. Следующее, о чем необходимо обязательно помнить, это о том, что охлаждение картофеля никогда не должно быть резким. При резком охлаждении картофеля риски развития заболеваний на клубнях в процессе хранения повышаются во много раз. Поэтому и затягивать с опусканием в погреб также не следует. Ну, ну как, это же не холодильная установка, что в погребе можно там постепенно, не современное хранилище там с циркуляцией воздуха, где можно эту температуру постепенно опускать. Но просто для тех, кто просто в погребе хранит картофель, этот совет связан с тем, что нельзя слишком рано класть картофель в погреб, но нельзя и слишком поздно, когда уже наступили холода, когда погреб еще сильнее охладился, когда холодный воздух туда, так сказать, пошел скатываться, и с улицы там, и по-всякому, и произошло резкое охлаждение картофеля. Поэтому после выкопки, после переборки просушки, отбраковывания гнилых клубней, нужно дать ему вот эти две недельки полежать в тепле, и потом опустить в погреб действительно, для того, чтобы постепенно-постепенно он там охлаждался. Если ваш погреб является теплым, если он, так сказать, в момент опускания картофеля туда не является холодным, ну так это еще и лучше, потому что в течение зимы он будет постепенно набирать низкую температуру, и картофель охладится уже как следует. Следующий совет, который я хочу дать, это вот эта сама переборка, тусование крупного картофеля, там мелкого картофеля. Ну, у нас по традиции все еще считается, что крупный картофель на еду, мелкий картофель свиням, а средний картофель на семена. Это, конечно же, неправильно. Мелкий картофель содержит меньшее количество крахмала, содержит большее количество белка, и является ценным, очень ценным диетическим продуктом для питания и детей, и стариков, и людей любого возраста. Поэтому не игнорируйте мелкий картофель в обязательном порядке, отбирайте его, ну, может быть, отдельно, но для того, чтобы его готовить, потому что мелкий картофель является очень полезным для здоровья. Он гораздо больше содержит ценных веществ, калия, его можно варить в мундерах, запекать в микроволновке, это очень хорошо. И еще один важный нюанс, касающийся среднего картофеля на семена. К сожалению, у нас такая дикость творится вообще, даже в крупном товарном производстве. В головах, в первую очередь, дикость творится. У нас продовольственный и семенной картофель, как вот в старые времена бабки-пробабки, детки-продетки, растили на одном поле, так у нас продолжают растить на одном поле и семенной, и продовольственный картофель. При этом это дикий, дикий абсолютно подход, аннохроничный подход. Семенной картофель выбирать из посадок продовольственного, это будет или продовольственный очень дорогой, потому что семенной картофель надо технологически обеспечивать хорошо, либо семенной картофель, который выращен дешево по товарной технологии, будет очень низкого качества. Поэтому я вам усиленно рекомендую, не используйте свои собственные семена, если только они какого-то экстра класса у вас были посадки. Старайтесь свои собственные семена из своего продовольственного картофеля не отбирать. Не так дорого стоит нормальный сертифицированный посадочный материал картофеля, чтобы им пренебрегать. Ну и есть некоторые хитрости, о которых мы говорили на нашем канале, и когда можно очень хороший семенной картофель приобрести за копейки. К весне обратитесь к этому ролику, чтобы освежить память и вспомнить. Мы еще поговорим с вами о семенном картофеле. Свой сбор семенного картофеля при этой переборке является одним из ведущих факторов снижения продуктивности картофеля, в том числе в личных подсобных хозяйствах. Что ж, вот такие простые советы, и надеюсь, что с вашим картофелем ничего плохого не случится. До новых встреч!